В Лобинске не так давно открылась общественная организация «Особый Лобинск», объединяющая всех родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. В нашем городе создана общественная организация родителей, воспитывающих детей инвалидов. Администрация города нас поддержала, нам выделили помещение, в котором мы очень скоро будем собираться. И мне бы хотелось призвать родителей, имеющих особых детей, чтобы они не сидели дома, они оставались один на один со своей проблемой, а приходили к нам, объединялись. Мы постараемся сообщать то, что невозможно решить по одиночке. В первую очередь активисты общественной организации решили помочь тем родителям, кто столкнулся с проблемой детского аутизма. Сегодня эта проблема очень актуальна, причем во всем мире. А реабилитация – это главное при данном заболевании. И то, что сейчас в разных регионах и городах открываются центры помощи для родителей, воспитывающих детей с расстройством аутического спектра, это очень важно. Специалисты центра в области прикладного анализа поведения из Самары пригласили в Лобинск. Екатерина Седых провела трехдневный практический тренинг с родителями детей с расстройством аутического спектра. По данным Всемирной организации здравоохранения, еще год назад официальные данные, которые можно найти на сайте, были такие, что аутизмом страдает один ребенок из 88. В этом году свежая информация, которую я читала, один из 68. И чаще всего это мальчики. То есть статистика неумолима. Получается, что не занимаясь такими детками, мы ставим на этом крест. А на самом деле дети с аутизмом, они имеют в себе большой потенциал. Нужно только правильно их обучать. Обучать надо не только детей, но и их родители, отмечает Екатерина Седых. Ведь именно они по жизни ведут своих детей, а им помогают специалисты. Все, кому интересна эта тема, приняли участие в обучающем семинаре. Если поставили диагноз аутизм, и родители понимают, каким образом нужно воспитывать своего ребенка, специалисты понимают, какими методами его нужно обучать, то тогда этот ребенок может полноценно приобретать знания, становиться полезным членом общества. Тренинг рассчитан и на родителей, и на специалистов. Потому что только во взаимодействии семьи и учебных учреждений мы можем хорошо обучать этих детей и социализировать их. Вопросы примерно одинаковы у всех, и у родителей, и у специалистов. Как ему вот это объяснить? Он меня не слушается. Как быть, когда он кричит? Вот на все эти вопросы может дать ответ прикладной анализ поведения. То есть правильное поведение взрослых, которые окружают этого ребенка, приводит к тому, что поведение ребенка меняется. И он начинает себя вести так, как нужно в обществе. Это не последнее наше мероприятие. Мы будем стараться, чтобы это было как можно чаще, и охватывать не только аутизм, но и детей с ДЦП, детей с УВЗ. Их много, они разные, к ним разные подходы. Мы хотели бы пригласить специалистов по ЛФК и по кинезотерапии в Лобинск. Опять же, когда соберется группа «Инициативная мам» и специалистов, если им это будет интересно.